В последние дни года морозы до минус 40 ударили в борзе. Холодной ночью семья инвалидов Старжинских, о которых мы не раз рассказывали в своих сюжетах, услышали стук в дверь подъезда, затем в окна, а потом и крики помощи. Первая мысль, говорит Людмила, была не впускать. Мало ли пьяных, но муж все же встал и увидел за окном замерзающего. Я сижу дома, и я боюсь, потому что мы два инвалида. И я понимаю, что там взрослый человек. И я еще не уверена, что там действительно кто-то там замерз. И все равно у меня такой страх, что у нас в городе все-таки не редкие случаи, когда в дом врываются. В итоге мужчину буквально втащили в дом. Оказалось, что он возвращался с корпоратива, а друг, который обещал его приютить, не открывал и не брал трубку. В итоге парень в незнакомом городе оказался на улице. Когда мы его уложили спать, на утро он проснулся, у него кончики пальцев на руках были фиолетового цвета. А он когда уже полностью отошел, сказал, сегодня мой день рождения будет. Понимаете, что вы просто спасли меня жизнь.